И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. В данном видео в неочередной раз я вынужден поднять разговор о той ситуации, которая складывается в Израиле. Говоря о данной теме, меня удивила позиция, как ни странно, для начала Китая. А с данной позиции, которая вызвала во мне удивление, мы и начнем с вами данное видео. На китайском телевидении среди китайских правителей часто стала звучать речь о неправильной позиции Израиля, неправильной политике Израиля, направленного в сторону палестинцев, в сторону арабов. Данный аспект отчасти понятен. Это связано с тем, что Китай лезет на Ближний Восток. Это понятно. Также это можно охарактеризовать тем, что на Ближнем Востоке есть несколько конкурентов у китайских товаров. Это, в частности, Израиль. Имеется в виду, именно если говорить о такой интересной технике, как связанная с компьютерными технологиями. Здесь, по-моему, никто не посмеет в этом отношении спорить. IT-технологиями и так далее. И следующий соперник по, назовем так, более объемной технике, в частности, военной технике, это Турция. Опять-таки, спорить здесь, по-моему, никто не сможет. Если кто-либо из вас не согласен с этим, пожалуйста, жду ваших комментариев. Но, что меня удивляет? Меня удивляют следующие моменты. Ведь, когда Китай выступает против Израиля, он прежде всего может ударить, как ни странно, по своей внутренней конфигурации. Ведь, если Китай и китайские правители, об этом вы сможете убедиться сразу в двух статьях, которые я вам представлю, заявляют о, в частности, необходимости построения двух государств, а также заявляют о том, что Китай захватчик чужих территорий, то здесь возникает другой вопрос. А как же уйгуры? Это вопрос уже обратный, в сторону Китая. Иран, который поддерживает, в общем-то, палестинцев, и заявляет о том, что Израиль захватил эти земли, ведь у него тоже есть проблема. Это иранский Азербайджан. Интересно, два государства, имеющие проблему с тюркским народом, адресуют свое недовольство Израилю в отношении палестинцев. И так или иначе, в последнее время, эти два государства вынуждены иметь определенную связь с Турцией. Что-то здесь, знаете, не складывается в общий пассианс. Неужели Турция забыла о тюрках в Иране и в Китае, если она идет вместе с Ираном и вместе с Китаем против Израиля? Не складывается пазл. Никак не складывается. Знаете, данное видео в большей степени будет являться своеобразным набором вопросов и нестыковок, которые ваш слуга не может до конца раскрыть. Что же происходит? При этом я хочу напомнить еще некоторые моменты, которые, видимо, тоже играют достаточно важную роль. Это сближение Ирана с США, что не наблюдается в отношении США и Китая. Странный союз получается, при том, что Китай спонсирует Иран и спонсирует достаточно мощно. Свыше 400 миллиардов долларов было вложено Китаем. Именно в Иран. То есть, давайте так говорить, получается такая картинка. Китай вкладывает деньги в Иран. Вместе с Ираном выступают против Израиля. Но при этом Иран сотрудничает с противником Китая, так или иначе, Соединенными Штатами Америки. Которые, в свою очередь, поддерживают во многом Израиль. Непонятно. Крайне непонятные игры. При этом, Турция сейчас является врагом как США, так и Ирану. И, в общем-то, условным, но другом Китаю. В связи хотя бы с тем самым железным-шелковым пути. Железная дорога, соединяющая Китай, Среднюю Азию, Азербайджан, Турцию и дальше Европу. Странно? Не находите? Странным также являются следующие аспекты, о которых мы поговорим в следующей статье. США не пропустят. Почему ООН не может принять резолюцию по ближневосточному конфликту? Имеется ввиду Израилю. В частности, давайте прочтемте дальше. Совбез ООН не согласовал заявления по Палестино-Израильскому конфликту. И препятствует этому США. Опять-таки, давайте вспомним некоторые аспекты. Тоже не менее важные. Первый момент. Это спонсирование вооруженных сил Израиля со стороны Америки. И встречи первых лиц Америки с представителями Хамаса. Которые, в общем-то, и обстреливают Израиль. Того самого Хамаса, кого не может назвать своим другом уж точно, Турция. Картинка усложняется. Усложняется, можно сказать, до невозможности. Потому что я так полагаю, что каждый из заинтересованных, даже не заинтересованных, а каждый из участников данного конфликта, выступающего либо на одной, либо на другой стороне, внутри этих государств есть тоже отдельные игроки, играющие вопреки главного направления своих государств. Поэтому картинка становится очень сложной. В частности, в США идет раскол между силами, которые поддерживают Хамас, и силами, которые поддерживают Израиль. То же самое, скорее всего, имеется в Китае. Не без этого. То же самое мы, скорее всего, сможем обнаружить в скором времени. Даже в Иране. Почему? Ну, давайте с вами освежим. Как вы считаете, все иранцы забыли о том, что Америка являлась на протяжении многих лет врагом Ирана? Думаю, что нет. А разве кто-нибудь отменил ту пословицу, что враг моего врага мой друг, а врагом сейчас во многом США, несмотря на спонсирование США, становится даже Израиль? Интересно. Интересно, дорогие друзья. Но, продолжая рассуждать на данную тему и пробегаясь по политике других стран, Эрдоган... В частности, говоря о Турции, в общем-то, я все раскрыл, кроме одного момента. Скажите мне, пожалуйста, ведь Турция, в частности Эрдоган, не так давно обращался в отношении Израиля к Путину. Может ли Путин одобрить жесткие высказывания Эрдогана в отношении Израиля? Навряд ли. Там много граждан России, проживающих в Израиле. Поэтому это крайне сложный момент для России. И если Россия молчит об этом моменте, значит, есть некая договоренность в отношении того, что Турция будет делать жесткие заявления. И Эрдоган, видимо, обосновал их правоту настолько, что Россия не может воспрепятствовать данным высказываниям. Я уже говорил о главной, на мой взгляд, причине, почему Турция делает данное заявление в отношении Израиля. Это страх, да страх, но не перед войной, а перед увеличением количества беженцев на своей территории. По разным подсчетам на территории Турции, ведь нужно учитывать, есть беженцы, о которых знают, есть незаконные беженцы, по разным подсчетам до, я последний раз когда слышал, до 10 миллионов. Вы можете себе представить это число? Еще 2-3 миллиона? На этот-то Турция не пойдет. Никогда. Франция. Ну, в отношении Франции, в общем-то, у нее крайне слабые позиции на Ближнем Востоке. Она может разве что договариваться с лидерами стран Ближнего Востока, в которых у них имеются свои представители. Это Египет, это Иордания, это Тунис. Что она и делает. Но влиять через кого-то, это не означает, что Франция сама сможет влиять. Это тоже надо учитывать. А вот Египет, Катар и Израиль реально смогут сделать больше, чем страны Европы и мира, так как они непосредственно находятся в близости с конфликтом. Мне очень заинтересовала позиция Германии. Она, в частности, Ангела Меркель встречалась, имела переговоры, разговоры с Бенианитом Натаньяху, премьер-министром Израиля. И обещала, что данная ситуация будет решена. Но заинтересовало меня не это. Германия действительно выбрала, на мой взгляд, самое верное заявление, тире позицию. Она заявила, во-первых, ее план предусматривает немедленное прекращение террористических ракетных обстрелов со стороны Хамас. во-вторых, немедленное соглашение о прекращении огня, то есть Израиль тоже должен тут же прекратить обстрелы, в частности, газы и так далее. В-третьих, шаги к долгожданному обсуждению комплексных причин этого противостояния. Многие, наверное, я бы согласился с данным утверждением Германии, но остаются два вопроса, которые будут охарактеризовывать дальнейшее сосуществование условного пока государства так называемого Палестина и уже сформировавшегося во всю государство Израиль. Также создается вопрос в отношении их границ. Кто будут кураторами в отношении проведения этих границ? Кто будет следить за проведением этих границ? Если после решения в общем-то конфликта между Азербайджаном и Арменией такими кураторами являлись Россия и Турция, то кто возьмет на себя ответственность, глобальную ответственность за проведение границы между Израилем и все еще условным государством Палестиной? Вопрос интересный. При этом ответственность очень обширная. так как если то та граница которая будет проведена все-таки со временем кого-то не устроит и снова вспыхнет данный конфликт то ответственное лицо ответственное государство будет нести свою ответственность. Есть третий аспект тоже не менее важный. А как же те террористы которые совершали теракты что делать с ними ведь их крышевал Хамас вопрос интересный а как же в отношении тех террористов которые тренировались в Иране а со временем делали теракты в Израиле это же тоже имело место не знаю вопросов крайне много несмотря на то что позиция Германии в общем-то во многом правильная но давайте опустимся сниже и переходим к НАТО позиция НАТО как военного некоего союза государств хотя честно говоря последнее время то что мы наблюдаем уже нельзя назвать союзом это союз антагонистов которых уже ничего даже между собой не держит Франция поддерживает сепаратистов из армянства Турция является антагонистом Франции по данному вопросу так же как по вопросам касательно Ближнего Востока зачастую их интересы бывают противоположные то же самое можно указать в отношении Германии Англии зачастую они именно антагонисты Франции во всяком случае их интересы вот тех стран которые я перечислил поэтому называть НАТО как некий союз не приходится это страны которых так или иначе сдерживают США в рамках НАТО кого силой кого долларом такова картина и знаете что интересно когда мы проанализировали с вами позиции различных стран и союзов в общем-то интересно то как ко всему этому отнесется Россия относится Россия я хочу вернуться к тем высказываниям которые я уже делал Эрдоган и Путин видимо создали некую платформу для продвижения совместных интересов в частности на Ближнем Востоке навряд ли этот документ оформлен на бумаге но он имеет место быть это видно в частности потому как решались проблемы на Ближнем Востоке а также как происходит работа в отношении урегулирования вопроса между Азербайджаном и Арменией а также то как сейчас осуществляется работа со стороны Турции в частности Эрдогана и России по Израилю интересно интересно также является то высказывание с которого начинается статья находящаяся перед вашими глазами вот-вот заработает ближневосточный квартет ЕС ООН США и Россия ждать от него быстрых результатов не приходится пока не исчезнет причина отсутствия полноценного палестинского государства и претензий Израиля на контроль над Иерусалимом между Израилем и палестинской автономией постоянно будут вспыхивать маленькие войны тем более что мировые державы не демонстрируют способности и готовности договариваться между собой сейчас давайте с вами обратите внимание что данное вступление напечатано после названия статьи которая звучит следующим образом зачем Эрдогану понадобился Путин в Палестино-израильском конфликте то есть Путин и Эрдоган собираются решить этот конфликт сами как они это уже делали в различ на в различных местах в частности Ближнего Востока а также в Карабахе возможно с подключением к данным договоренностям как ни странно это вполне возможно ЕАЭС отчасти возможно Китая во всяком случае это мое мнение почему я не назвал Иран ну потому что Иран становится антагонистом России и что-то я сомневаюсь чтобы Россия захотела бы использовать то государство которое сейчас во многом выступает против России я уж не говорю об отношении Ирана с Турцией то есть сейчас в отношении урегулирования данного конфликта в Израиле будет одна разница по сравнению с тем как шло урегулирование в Карабахе потому что здесь уж точно союз России и Турции встретит своего антипода имеется ввиду США отчасти антиподом будет являться Иран здесь здесь у меня создается только один вопрос Китай будет в данной игре на стороне Ирана или России а вопрос интересный я я не беру здесь что-либо и как-либо заявлять у меня в качестве итоговой точки данного видео возникает мнение тире мысль задать вопрос вам дорогие мои зрители как вы считаете с чего это Китай заговорил об агрессии в частности Израиля в отношении Палестины также вопрос крайне интересный США все-таки поддерживает Израиль или нет учитывая ее встречи опять-таки с Хамасом и сближение США с Ираном и молчание США в отношении иранской ядерной программы следующий момент крайне интересный как вы считаете в связи со всеми этими перетрубациями сможет ли Россия и Турция с включением в данное русло Китая либо Германии урегулировать сопутствовать урегулированию данного конфликта и как поведет себя Иран в отношении России Ну что ж жду ваших мыслей которые вы можете оформить в виде комментариев под данным видео Жду также лайков дизлайков приятно приятно было бы если вы бы поделились ссылками на мои данные в частности видео в соцсетях пригласили друзей и знакомых для того чтобы больше людей узнавали на мой взгляд более взвешенную аналитику того что происходит потому что я как вы заметили всегда прежде чем обсуждать что-либо ссылаюсь на многочисленные источники и только уже потом вывожу свое мнение ну что ж дорогие друзья на этом точно все я с вами прощаюсь до следующих встреч на моем канале до свидания до свидания